всем привет дорогие друзья добро пожаловать на мой кулинарный канал сегодня с вами готовим самую вкусную самую лучшую в мире шакшуку оставайтесь со мной сейчас подробно все расскажу и покажу мы начинаем итак друзья для приготовления вкуснейшие в мире шакшуки нам потребуется два больших помидоров весом 420 грамм 200 грамм болгарского перца 1 большая луковица моя получилась весом 190 грамм небольшое количество петрушки для подачи 5 яиц и большое количество специй среди специй сегодня мы возьмем острый перец по вкусу я возьму пол чайной ложки 2 чайные ложки сахара 1 чайная ложка куркумы 1 чайная ложка паприки соль по вкусу я возьму чайную ложку без горки 5 добрых таких больших зубчиков чеснока пол чайной ложки зиры и 3 чайной ложки черного перца для начала нам необходимо поставить кипяток и ошпарить наши помидоры снять с них шкурку помидоры помещаем в глубокую чашку и делаем сверху вот такой крестовой надрез чтобы нам легче с вами было его почистить после ошпаривания вот так я укладываю чтобы полностью помидорчики были погружены в кипяток и заливаю кипятком оставляем минут на пять чуть позже я их переверну видите кончики у меня не погрузились оставляем минут на пять и через пять минут их легко можно будет почистить тем временем пока у нас ошпариваются помидоры мы с вами нарежем лук лук можно нарезать просто как обычно на пельмени мы режем пополам затем на полосочки примерно 0 5 сантиметров не прорезая луковицу до конца затем поперек мелкими кубиками я буду нарезать на своем любимом станке устанавливаю режим кубики и режу вот такими кубиками получается нарезать лук таким образом нарезаю полностью луковицу затем покажу что делать дальше и так лук я нарезала пока убираю в сторону следующем на очереди у нас будет болгарский перец болгарский перец разрезаем пополам удаляем семена плодоножку и перегородки все остальное нарезаем кубиками примерно стороной один сантиметр разрезаем сначала на полоски затем вот так вот кубиками довольно крупно до одного сантиметра толщиной таким образом полностью нарезаем болгарский перец болгарский я нарезала также пока убираем сторону а тем временем у нас прошло пять минут давайте почистим помидорчики просто беру вот так ножом подцепляю и легко очищаются помидоры от кожуры таким образом чистим помидоры помидоры я почистила теперь нам их необходимо нарезать разрезаю пополам так чтобы место где была была плодоножка оставалась на одной половинке и вот таким треугольничком вырезаю место где крепилась плодоножка дальше все просто толщиной примерно 5 миллиметров разрезаю сначала на пластины разворачиваю и точно также по 5 миллиметров разрезаю на кубики таким образом полностью поступаем со всеми помидорами итак друзья помидоры я все нарезала и прям вот так вместе с соком отправляю в чашку помидоры будут ждать своего часа пока в сторону и нам с вами осталось нарезать только чеснок и зелень чеснок мы нарезаем мелкими кусочками сначала я разрезаю пластинками как можно тоньше а затем пластинки слегка вот так еще раз разрежу получается такая вот соломка вот до такого состояния достаточно будет разрезать чеснок крупные вот такие кусочки чеснока таким образом поступаем полностью совсем чесноком вот такой чеснок должен быть у нас крупный с вами итак друзья чеснок я нарезала и нам осталось с вами нарезать петрушку от петрушки выбираем вот эти палочки все остальное просто мелко нарезаем итак друзья петрушка у меня тоже готова все ингредиенты подготовлены пойдемте к плите готовить уже шакшуку непосредственно. Также забыла вам представить, нам понадобится 30 грамм топленого масла. Если нет топленого, можете использовать просто сливочное. Итак, друзья, сковороду устанавливаем на плиту, зажигаем максимальный огонь и отправляем в сковороду 30 грамм топленого масла. Ждем, когда масло растопится. Итак, друзья, масло у нас растопилось. Отправляем в сковороду зиру, хорошенько перемешиваем, чтобы зира раскрылась и дала еще больше аромата нашему блюду. Вслед за зирой в сковороду отправляется чеснок, к чесноку отправляем лучок и все хорошо перемешивая, обжариваем до прозрачниц. Уже на кухне непередаваемый аромат. Обязательно пробуйте, готовьте, это очень вкусно. Итак, друзья, буквально в течение пару минут мы обжарили с вами лук и чеснок. Далее в сковороду отправляется болгарский перец. Все хорошо перемешиваем и на этом этапе отправляем в сковороду все оставшиеся специи. Пол чайной ложки острого перца, чайная ложка паприки, чайная ложка куркумы, чайная ложка без горки соли и 2 чайные ложки сахара. И снова все хорошо перемешиваем. Далее на этом этапе в сковороду отправляем очищенные, нарезанные кубиками помидоры. Снова все хорошо перемешиваем. На этом этапе закрываем крышкой нашу будущую шакшуку. Уменьшаем газ. Я устанавливаю между средним и минимальным огнем, то есть чуть ниже, чем средний огонь, чтобы вот так все бурлило и кипело. С этого момента засекают 10 минут. Итак, друзья, прошло у нас ровно 10 минут. Открываем нашу будущую шакшуку, перемешиваем. Если видите, что у вас полностью испарился сок, чуть-чуть капните воды. Все-таки шакшука у нас должна быть жидковатая, поэтому немного воды добавляем. Вот такая, чтобы получилась у нас с вами масса мягенькая, жиденькая. Так, дальше делаем следующее. Вот так лопаткой расчищаем место под яйцо и разбиваем яйцо в эту лунку. Снова раздвигаем под яйцо лунку и разбиваем яйцо. Вот таким образом полностью по всей нашей с вами шакшуке распределяем яйца. Сюда сейчас засунем. Вот сюда сейчас одно яйцо поместим и одно яйцо отправляется в центр. Уменьшаем газ уже до минимума. Закрываем крышкой и готовим теперь нашу шакшуку до готовности яиц. Ну что, друзья, прошло у нас буквально 5 минут. Отключаем газ. Смотрите, яйца у нас схватились. Очень даже приготовились. Если вы любите, чтобы желток был жиденький, соответственно, готовьте меньше времени. Дальше все просто. Посыпаем шакшуку зеленью. Вот так это все аппетитно получается. И черным перчиком. Все, друзья, шакшука наша готова. Подаем с горячим свежим хлебом прям в сковороде. Все, друзья, вот с таким аппетитным только что из пекарни хлебушком мы это дело подаем, отрываем, прям не нарезаем хлеб, отрываем. Вот так в шакшуку макаем, яйцо цепляем и вот так вот едим. Вот такая вот вкуснятина аппетитная у нас с вами получилась. Нам с Алексеем уже не терпится попробовать все это на нашем мукбанк канале, куда мы вас всех и приглашаем. Ссылка, как всегда, внизу в описании под этим видео. Ну, а это видео, если вам понравилось, ставьте мне, пожалуйста, пальчики вверх. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Нам очень приятно с вами общаться, это мотивирует снимать для вас еще больше вкусных и интересных рецептов. Огромное всем спасибо за лайки, за комментарии, за пожелания, а также всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока, приходите еще, увидимся снова.